всем привет есть очень интересное выступление сары вагон на на 1 партийной конференции и партии которые я предлагаю сейчас посмотреть тем и вопросов очень много поэтому в описании к видео будут тайм-коды с основными и самыми интересными моментами кстати не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно этого выступления и заявлений в общем подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соц сетях и давайте к делу и подруги и друзья чтобы начать что-то новое держать лицо на ветру это требует мужества и я думаю мы все ее знаем у кого есть сомнения перед правильным путем вопрос как мои друзья знакомые отреагируем на этот шаг а также беспокойство сможем ли мы справиться с огромной задачей которая стоит перед нами сейчас действительно ли мы справимся с ней или может быть она поможет нам справиться с этим тоже перегружен ты приняла решение вот почему вы сегодня здесь в качестве первых членов союза сары ваген кнехт что без вас этого не было бы и я рада этому и я благодарю вас за то что вы набрались смелости для этого мы сейчас вместе отправляемся в путь чтобы изменить политику в германии и мы делаем это потому что чувствуем что в нашем обществе что-то происходит там так много проблем так много неуверенности но также так много возмущения и гнева политика отсиживания и смягчения маленьких компромиссов и большого невежества это вероятно так больше не будет продолжаться но вопрос в том что будет потом потрясение перерастет в бегство или в катастрофу все возможно и мы тоже начинаем сейчас потому что мы не просто наблюдаем а потому что мы хотим вмешаться и действовать потому что теперь от нас зависит какой будет германия через пять или десять лет и я думаю что это очень важно и это здорово что вы ребята участвуете в этом дорогие подруги и друзья нас объединяет общая забота о будущем нас объединяет программные цели сформулированные в нашей программе но мы тоже очень разные многие из нас на протяжении многих лет участвовали в левых другие пришли из других партий а третьи объединились с другими впервые в жизни решила стать политически активной среди нас есть профсоюзные деятели советники предприятий и успешные предприниматели медсестры и полицейские теологи атеисты жители больших городов и сельских жителей в стране которая все больше раскалывается на лагеря где отдельные группы встречаются все реже и реже это не само собой разумеющееся это нечто особенное и ценное и мы добьемся успеха только если будем воспринимать это наше различие как победу если мы будем проявлять терпимость и уважение друг к другу требовать уважение не только в обществе но и жить здесь у нашей партии это должно быть нашей миссии и это должно быть нашей целью дорогие подруги и друзья нам не 20 левых и это должно относиться и к тому как мы относимся друг к другу давайте станем партии друг друга они партии интриганов и разносчиков должностей как все остальные и давайте создадим структуры в которых будут преобладать не самые безрассудные коварные а самые талантливые и лучшие потому что это то чего мы тоже хотим в обществе и тогда мы начнем с себя это очень важно и это будет отличать нас от всех остальных если мы будем такими и поэтому я прошу вас давайте будем осторожны друг с другом я думаю это очень важно чтобы мы сделали это своим кредо это наша ответственность большие ожидания надежды которые возлагают на нас сейчас очень многие люди которые мы испытываем каждый день когда люди обращаются к нам на улице в продуктовом магазине давайте не будем разочаровывать эти надежды эти ожидания это наша большая ответственность которую мы все вместе должны нести сейчас и наша страна безусловно нуждается в новом политическом начале основанном на экономическом здравомыслии они на клиентоориентированности на социальной справедливости они на постоянно растущей несправедливости и неравенстве на мире на отдыхе они на новых гонках вооружений и все большем количестве войн и да также за свободу слова и уважение к инакомыслящим вместо отмены культуры и чрезмерного политического авторитаризма которые мы наблюдали в его самой грубой форме в эпоху короны но который до не исчез и сегодня и мы не будем с этим мириться это то что мы хотим изменить и важно чтобы это изменилось все больше людей все больше людей в нашей стране становятся политически бездомными потому что вместо разумных решений они сталкиваются с политикой в которой нет плана и ответов политика которая движется только в своем пузыре и проблемы с которыми граждане в нашей стране сталкиваются каждый день, это политика, которая не имеет ни плана, ни ответов. Это не только не решает этих проблем, но, очевидно, даже не знает о некоторых из них. Амира привела пример раньше. Обманщица Рикарды Ланг, в конце концов, председатель правящей партии, в оценке средних немецких пенсионеров. В конце концов, это и есть символ этой отстраненности. Как должен вести разумную пенсионную политику человек, который даже не знает, с какими проблемами вообще сталкиваются миллионы пенсионеров в нашей стране? Это же абсурд! И, вероятно, Роберт Хабек тоже думает, что все люди в Германии живут в современных домах с низким энергопотреблением или в красивых отремонтированных старых зданиях. Лофты, как и его зеленые друзья в дорогих кварталах большого города Германии, и поэтому он подумал, что это гениальная идея, установить по всей Германии тепловой насос для котельной. Вот как сегодня ведется политика. Но именно поэтому все больше и больше людей отворачиваются. Или бывший лоббист Блэкрак Фридрих Мерц, который путешествует по миру на частном самолете и искренне верит, что именно так живет немецкий средний класс. Что в этом еще есть? Что-то гражданское или обоснованное? Это же полный абсурд, что делают эти люди. И судя по всему, вся компания светофоров никогда ничего не слышала о том, что только за последние 10 лет было продано 40 тысяч фермерских хозяйств в Германии. Потому что они больше не могли выдерживать двойного давления, оказываемого с одной стороны мощными сетями супермаркетов и крупными продовольственными концернами. А с другой стороны дешевого импорта, которая организовала политику и продолжает организовываться все новыми и новыми соглашениями о свободной торговле, такими как Меркосур. Похоже, они вообще не понимают, какие проблемы у фермеров Германии. И поэтому мне интересно, в какой параллельной вселенной должны жить политики, которые из всех отраслей промышленности сейчас затыкают свои бюджетные дыры. Это совершенно неправильная политика. И мы говорим совершенно ясно. Нет, это бремя. Оно должно быть полностью снято. Бремя для фермеров. Оно должно быть полностью снято. Потому что так больше продолжаться не может. А потом, когда у фермеров лопается шнурок шляпы, и они безумолку несут свой протест на улицу. Да, тогда вдруг говорят. Тьфу, это, конечно, нарушено законом. Потому что ты не можешь продолжать в том же духе. Где-то рядом с трактором или за навозной кучей действительно видели правого радикала. Это на самом деле то же самое, что и в прошлом году, Амира уже сказала, что 50 тысяч. Которая проводила демонстрации за мир в Украине перед Бранденбургскими воротами, и которую СМИ и политики дискредитировали как сторонницу Путина, а также как открытую и близкую к АТК. Так не должно продолжаться с дебатами в нашей стране. Потому что результат. На самом деле результатом этих безумных дебатов является то, что АТК сегодня считается партией мира. Партия, которая считает нынешний рекордный бюджет на вооружение 85 миллиардов евро слишком маленьким. И представитель оборонной политики, которой, к сожалению, мало кто знает, экономически связана с оборонной промышленностью, и поэтому ничем не лучше, чем она есть на самом деле. Как оборонный лоббист Рейн Металл Мари Агнес Штрак. Это же все суп. Все это совершенно неправильно. Но это все дискуссии. Это сумасшедшие дискуссии, которые мы иногда ведем в нашей стране. Которая выступает за мир права. Защита ферм, справа. Критика закрытия школ и давления на соблюдение требований в эпоху короны, справа. Призыв к ограничению миграции и беспокойства по поводу параллельных исламистских обществ. Справа. И после многих лет вдалбливания людям, что все разумно правильно, да, тогда возникает вопрос, когда в конце концов действительно правая партия. Партии, в рядах которой есть правые экстремисты и нацисты. Если в конечном итоге она выйдет победительницей из таких дебатов, то сейчас она набирает более 20 процентов и надеется на абсолютное большинство на Востоке. Да, в этом нет ничего удивительного. Но это не результат какой-то особенно гениальной политики в штаб-квартире АТК, а результат. Неправильной политики в Берлинском правительственном округе. Ты должна сказать это снова и снова очень четко. И Фредерико уже говорили об этом раньше, так что теперь сами политики светофоров выходят на улицы и героически протестуют против результатов своей собственной политики. Что это за лицемерие и лицемерие? Так и надо. Ты должна сказать совершенно ясно, если ты действительно хочешь ослабить АТК. Да, пожалуйста, тебе не нужно демонстрировать это. Тогда тебе нужно наконец изменить свою жалкую политику. У тебя все в порядке, тогда сделай это наконец. Это не может продолжаться так, как сейчас. Да, конечно, многие-многие люди также участвуют в демонстрациях, потому что они искренне боятся усиления АТК. И ты тоже права в этом. Я тоже испытываю этот страх. И я думаю, что все мы, сидящие здесь в зале, чувствуем это. Но, конечно, нужно также сказать, что тот, кто действительно хочет ослабить АТК, должен продемонстрировать и политические требования. Он также должен продемонстрировать, например, более высокую минимальную заработную плату в размере не менее 14 евро, потому что она просрочена в нашей стране. Он должен продемонстрировать лучшие пенсии, такую пенсионную систему, как в Австрии, где средняя пенсия на самом деле составляет 2000. Дорогая Рикардо Ланг евро, это то, что мы могли бы иметь здесь. Тебе нужно посмотреть, что для этого нужно сделать в Австрии. И тот, кто хочет ослабить АТК. Да, он должен также выступить за доступную энергию и против экономических санкций, которые разрушают не российскую, а немецкую экономику. Он должен выступить за покрытие арендной платы и за больницы без давления со стороны властей. Он должен выступить за мир, за прекращение вооружения и желательно за новые выборы и прекращение безобразного светофора, которое требует всего этого и так далее. За это мы и боролись, и для этого нам действительно нужны массовые демонстрации. Потому что, конечно, мы не должны забывать, что светофор каждый день зарабатывает себе звание самого глупого правительства в Европе. Потому что он ведет нашу страну к кризису и, в худшем случае, даже к войне. Это нечто большее, чем замена недееспособного правительства. Некий Фридрих Мерц в канцелярии, который хочет еще больше сократить пенсию и поставить ракеты Таурус Украине. Чтобы Зеленский мог в ближайшее время атаковать Москву даже немецким оружием. Такой Фридрих Мерц в канцелярии, безусловно, не был бы меньшим злом. И многие другие ошибки, последствия которых мы ощущаем сегодня, начались задолго до того, как трио «Энфиорном» из Хабека, Бербака и Винднера под руководством безмолвного канцлера, с нарушенной памятью, взяло на себя управление бизнесом в Германии. Это намного, намного дальше назад. Да, в нашей стране дела идут не очень хорошо. Люди это чувствуют. И перемены также начинаются с того, что важные вопросы наконец снова оказываются в центре внимания. Мы тоже были созданы для этого. Потому что политика и дискуссионный климат в нашей стране стали грубыми. Полное презрение к тем, кто находится в самом низу. И снова все от светофора до адк в ужасе сходятся во мнении. Конечно, я понимаю, что те, кто встает каждое утро и усердно работает, или те, кто усердно ищет персонал для своей мастерской, кафе или пекарни, и не находят ни одного, который бы их возмутил, когда другие устроились по модели гражданских денег плюс черный труд. Это проблема. Но у нас тоже есть проблема, когда в стране, где единственной по-настоящему быстро растущей отраслью промышленности, являются столовые приборы, которые обслуживают более двух миллионов нуждающихся, когда в такой стране говорят только о социальном насилии, а не о бедности. Это действительно серьезная проблема. Если больше не говорить о 61-м годе, когда строитель строительных лесов сломал себе кости и просто не может работать на своей работе, а затем безжалостно погружается в нищету после двух лет безработицы. Если больше не говорят о матери-одиночке, которая не может принять предложение о работе уже потому, что политика не смогла обеспечить на сегодняшний день все места для дневных детских садов. И мы все знаем о дебатах. Мы все знаем дебаты о якобы нежелании молодых людей прилагать усилия, и дебаты о дополнительном давлении, которое тогда было бы необходимо. Но, может быть, нам стоит поговорить и о мотивации. Федеративная республика едина с лозунгом «Процветание началось для всех». У каждого, кто прилагает усилия, должны быть возможности для продвижения по службе и перспективы хорошей жизни. Этих возможностей для продвижения по службе больше почти не существует. Родившаяся бедной почти всегда остается бедной. Это реальность. И тогда возникает удивление, когда молодые люди, которым в детстве приходилось обходиться без всего, вынуждены были учиться в ветхих-ветхих школах, и которые испытали на себе систему образования, которой еще не было в других странах. Смог научить их грамоте, письмо и арифметике наполовину правильно. Когда эти молодые люди начинают свою жизнь практически без мотивации, да, в этом нет ничего удивительного. В конце концов, это связано с этим исходным положением. И поэтому вы должны изменить и улучшить это исходное положение. И мы тоже выступаем за это. А что не получается, что не получается, когда приходят избалованные молодые политики, которым, несмотря на лучшие государственные возможности, часто не удается получить хотя бы солидную степень. И это снова сейчас. И они уже вернулись. И я нахожу это особенно вероломным, урезать деньги на обучение и повышение квалификаций безработных, когда эти молодые политики объясняют нам ценность, трудолюбие и усилий. Так что это действительно очень важно, в том числе для пострадавших, но также и для всех нас. Те же политики, кстати, которые изображают из себя высокоморальных людей, которые якобы страдают от каждой курицы, которую держат в клетке, и от каждой придорожной жабы. Но она, когда дело доходит до этого, которая не боится снова увеличить расходы на отопление замерзающим семьям или тем, кто уже страдает от болезни короны, разорять трактирщика. Это же двойные стандарты, с которыми мы сталкиваемся повсюду. И так дальше продолжаться не может. Политик. Политик, которому все равно, когда в стране перестает ходить автобус или закрывается последний медицинский кабинет, но который потом издевается над старыми белыми мужчинами с высокой моралью, с отремонтированными автомобилями и устаревшими привычками питания. Это же не соответствие между раздутым морализмом этой якобы прогрессивной коалицией и глубоко аморальной и реакционной политикой в реальности, которая толкает людей, и это толкает их в объятии не того человека. Мы очень хотим это изменить. И да, нам нужны усилия для создания экологически устойчивой и углеродно-нейтральной экономики. Но нам нужны продуманные решения. И поэтому я также рада, что у нас так много опыта в наших рядах, в том числе и в этом вопросе. Нам нужны продуманные решения, а не правительство, которое вкладывает миллиарды в переход от относительно экологически чистого и экологически чистого трубопроводного газа к чрезвычайно экологически чистому фрекинговому газу, который затем все еще транспортируется по всему миру на судах, и который в то же время считает хорошей идеей в будущем, как можно больше использовать российскую нефть в качестве топлива. Два интенсивный и дорогой импорт через Индию, потому что мы действительно хорошие парни. Что это за дурацкая политика? Это не климатическая политика, это наоборот. Правительство, которое затыкает свои бюджетные дыры более высокими ценами на Ко-2, и в то же время делает все возможное, чтобы железная дорога Бороди просто не стала хорошей и приемлемой альтернативой. Правительство, которое наблюдает за тем, как технологии будущего, в которых мы остро нуждаемся для изменения климата, уходит из нашей страны. В то же время она бросает 10 миллиардов акционерам американской полупроводниковой компании, которая давно прошла свой самый инновационный период. Кто еще должен верить такому правительству? И да, нам снова нужно поговорить. Мы должны снова поговорить о социальном неравенстве, потому что никто не делает этого над нами. Об экспроприации трудолюбивых. Покупательная способность заработной платы в Германии снижается уже три года, и во многих отраслях она снижается значительно дольше. Все больше и больше профессий, которые раньше обеспечивали скромный достаток, а сегодня приносят такой доход, что у тебя никогда не будет шанса на хоть сколько-нибудь хорошую жизнь с ними. На минимальный уровень социального обеспечения, на надежное планирование семьи или даже на собственный коттедж или квартиру. И это снова должно измениться в нашей стране. И мы должны говорить о разделенной экономике, где средний класс находится под все большим давлением. Но в то же время это тоже часть. 40 крупнейших компаний Германии в этом году в разгар кризиса выплатят больше дивидендов, чем когда-либо прежде. Это же полный абсурд. Такое развитие событий. И именно поэтому мы требуем, именно поэтому мы требуем ужесточения антимонопольного законодательства, в том числе против власти мошенников из-за рубежа. И отмены всех дурацких правил и правил, которые подпитывают постоянно растущую индустрию консультантов. И совершенно бессмысленно ограничивают возможности малых и средних предприятий. Это тоже должно измениться. И мы должны поговорить о том, что не случайно сочетание снижения налогов и повышения налогов, которые светофор предложил гражданам в начале этого года, снова создает огромную нагрузку на более бедных и низших слоев населения. В то время как те, кто зарабатывает очень много, в конечном итоге получают еще больше денег в своем кошельке. Все должно было бы быть наоборот. Это то, за что мы выступаем. И да, я думаю, нам действительно нужно переосмыслить и поговорить об этом публично, в том числе в нашей стране. О том, как мы хотим формировать наше социальное взаимодействие и нашу экономику. Рынки и конкуренции, которые являются хорошим инструментом для привлечения компаний к инновациям, эффективности и клиентоориентированности. Но это применимо только там, где конкуренция действительно работает честно. Где отдельные компании настолько велики, что могут диктовать свои цены поставщикам и клиентам, там это просто не работает. Или там, где есть естественные монополии, например, в электроэнергетике, а также в сетях связи, в газовых сетях, там это не работает. И там, где речь идет о бытовых потребностях, таких как жилье, здравоохранение или образование, коммерция и соображение прибыли, создают совершенно неправильные стимулы. И это то, что мы видим наиболее ярко в нашей системе здравоохранения. У нас второе по стоимости медицинское обслуживание в мире, и все же пациент, получающий зарплату, месяцами ждет приема к специалисту. В то время как другого способа получить медицинскую помощь нет, говорит она. Есть европейская страна, где так много людей получают операции на бедри и колени. Но это не потому, что мы люди с ограниченными возможностями, а потому, что мы заставили больницы сначала спрашивать не о том, что нужно больному, а о том, что приносит больше всего денег. Система здравоохранения, которая работает таким образом, больна, дорогие подруги и друзья. Неужели мы действительно хотим жить в обществе, где все сводится к тому, чтобы делать больше денег из денег? Где немногим дается огромная власть обогащаться за счет всех остальных, где честный все чаще оказывается глупым. Разве человек не заслуживает чего-то лучшего? И да, тоже война. Война — это прежде всего бизнес для тех, кто принимает решения о войнах, в отличие от тех, кто страдает от их ужасов. Это сырье, это сфера влияния, и это всегда продажа оружия. И да, мы тоже здесь якобы хорошие парни, когда наш министр иностранных дел разъезжает по миру с поднятым указательным пальцем и, может быть, случайно объявляет войну и России. Она всегда так делает. Во имя ориентированной на ценности феминистской внешней политики. Как когда-то в Гиндукуше, так и сегодня в Украине наша свобода защищается. И за нашу свободу Украина должна продолжать страдать и умирать. А мы поставляем им оружие до победы, в которую, к сожалению, уже не верят даже украинские генералы. Я считаю, что это такая безответственная человека-ненавистническая политика. Эта война должна быть прекращена. И довольно быстро на переговорном пути. И это было бы возможно, если бы ты действительно этого хотел. И кстати так, что в стране, которая сегодня якобы так храбро защищает нашу свободу и наши ценности, что в этой стране нацистский коллаборационист, такой как Стефан Бандера, ополченцы которого, как говорят, так храбро защищают нашу свободу и наши ценности, что в этой стране нацистский коллаборационист, такой как Стефан Бандера, были причастны к Холокосту, ответственны за убийство тысяч евреев, русских и поляков. В этой стране такого мужчину почитают как национального героя, в честь которого названы улицы и площади. Мне уже кажется странным, что эта реальная открытость закона совсем не беспокоит наших зеленых апостолов морали. Даже это показывает двойные стандарты и лицемерие их политики. Но похоже наши ценности сейчас защищают даже в Саудовской Аравии. В конце концов наша внешняя феминистка теперь хочет предоставить свои ракеты и истребители этому режиму, который забивает камнями женщин до смерти, убивает оппозиционеров и иногда режет критического журналиста. Конечно, ракеты ведь носят женское имя Ирис. Поэтому в доме Бербак должно быть так много феминизма. И если тогда, возможно, еще будут заключены контракты на вооружение, тогда, очевидно, зеленый мир снова будет в порядке. Но в нашем мире не все в порядке, и поэтому мы говорим нет войне и нет экспорта оружия в зоны боевых действий. Это нужно остановить. И я думаю, что уже пора прекратить это безумие, что готовая к войне Германия теперь хочет снова участвовать в военных действиях в мире полном войн. Уже и это. Чтобы остановить это, было так важно, что мы начали, и что мы продолжаем. И что вы все участвуете в этом. Потому что это тоже наша работа, чтобы остановить эту военную политику. И это очень важный момент для нашей новой партии, в которой мы будем продолжать участвовать. Дорогие подруги и друзья. Дорогие подруги и друзья, у нас большие планы для нашей страны и для людей, которые возлагают на нас большие надежды. Мы в долгу перед тобой за то, что ты делаешь наше дело хорошо. Спасибо. Ну что же, очень много заявлений и жесткой критики, начиная от коалиции светофоров и заканчивая альтернативой для Германии. Много интересных моментов и претензий озвучено. Так что давайте теперь обсудим все эти заявления, критику и предложения Сары Вагонхных в комментариях под видео. С чем вы согласны или не согласны и почему? Думаю, что вам есть что сказать. На этом все. Подписывайтесь на канал. Кнопка подписаться внизу под этим видео. Поделитесь этим роликом в ваших соцсетях. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.